дорогие мои здравствуйте еще раз с вами по-прежнему я и наса котельник психолог психотерапевт тренер автор международной школы психологии психотерапии президент этой школы и сегодня на своем прямой эфир я вас снова приглашаю прямой эфир здравствуйте здравствуйте оксана появилась сердечки пошли отлично здравствуйте всех рада видеть всем спасибо так оксана оксана здравствуйте всем привет приветствую всех с рождеством так и сейчас соображу как мне оксане выдать приглашение вот она получит и присоединиться к нам и мы начнем работать по методике всех приветствую всем здравствуйте у нас получилось отлично рада вас видеть вот не снимайте до конца сегодняшней встречи хорошо прекрасная маска скажите пожалуйста вы делали что-то по методике но то что вы смотрели видео с методикой я понимаю что смотрели да лела делал лучше делать все-таки сразу потому что через несколько дней немножко не то потому что даже когда я просто слушала задания появлялись мысли и они были другие тоже сделала саму маску и отдела ее вот не знаю ну может не погрузилась до конца так как нужно но более поверхностные более простые ну такие обычные глубоко уже не прошла дата такого трансформацию внутренние была какая вопроса да во время просмотра вот просто даже визуализация когда я представляла маску когда я представляла какая может какого цвета одни и потом отвечая на те вопросы вот я записываю просто просто вопросы записала на ответами записывал а и тогда вот я помню что ответы были более глубокие. Все-таки лучше, если делать, надо делать сразу, не отлаживать на потом. Спасибо большое. Это такая прямобратная связь от живого участника, который участвовал, смотрел и методику, и сделал что-то потом, да, поэтому всем участникам сегодняшнего прямого эфира рекомендация. Все методики важно и правильно делать вот сразу впервые раз, живую, когда это идет свежая эмоция, свежее погружение, тогда это всегда получается лучше. Это правда. Ну, у вас, Оксана, сегодня есть счастливая возможность под моим руководством, там все это повторить, возобновить, углубить и что-то для себя важное осознать. Готовы к этому, к этой экскурсии, к этому трансферингу? Готовы? Ага. Хорошо, тогда у вас есть там что за ушки зацепить, чтобы ручки отпустили, или как оно у вас держится? Сейчас попробуем. Попробуйте. Отлично. Скажите, пожалуйста, вот вы как девушка, женщина, человек, да, вот, Оксана без маски и Оксана в маске. Какие у вас вот ощущения, что по-другому, возможно, происходит вот от себя? Дайте, пожалуйста, обратную связь. Если надо, то можете снять, да, чтобы сравнить вот эти процессы. Не, снимать я уже не буду, пусть уже так висит. Ну, да, получается, когда маску одеваешь, что-то закрывает. Я когда одеваю маску. Я когда одеваю маску, часть меня, часть моей открытости, наверное, закрывается, потому что я, как обычный человек, Оксана, без маски, я был открытый, простой, то есть что вижу, то говорю. Вот. А когда одеваю маску, уже думаю, что сказать. Ага. Уже немного с осторожностью говорю. И немножко представляю, вот, почему-то, когда про маску начали говорить, представляю образ летучей мыши. Ага. То есть есть некий орел, да, у маски, так называемый? Ну, да. Да. Хорошо. Тогда первый вопрос у нас готовый. Переступаем к заданиям. Ага. Первый вопрос звучит, что маска видит вокруг? Что бросается в глаза в первую очередь? Вот вы как будто из маски изнутри, через эти прорези для глаз, посмотрите на свое жилище, на свое жизненное пространство. Вот что видит маска, да, через вот прорези эти? Что бросается в глаза? Вот самое-самое. Ну, самое-самое бросаются фотографии. Что там за фотографии? Кто на них? Детей, семьи, ну, уже взрослые, старшие, свадьба, младшие свадьба, вот крестница, приезжала тоже фотографию сделала, поставила. Вот они как-то вот у меня стоят, сразу бросаются первое в глаза. Из какой эмоции маска очищает вот взгляд на эти фотографии? Что внутри, какие переживания? Вот, да, выделила маска фотографии из всего пространства? Доброты, радости, теплоты, скучаю, потому что дети далеко. вот. Вот такое. Что-то в теле происходит на фоне этих эмоций, которые вы озвучиваете? Про что говорит, про что живет ваше тело в это время? Вот здесь на уровне груди вот теплота. Ощущается тепло? Ну, пока больше никаких, вот только тепло ощущается. Это тепло про любовь, про близость к этим людям, о которых вы говорите? Да, про отношения, про близость, про желание увидеться. Смотрите, как важно, да, вот, ну, сама комната, в которой вы находитесь, большая. Плюс есть еще много других мест в вашей квартире, да, но вот самое важное маска выделила, это фотографии родных людей, да, и про это пошли очень теплые, хорошие эмоции. И тело отреагировало. То есть, похоже, для вас, как для человека, это ресурс. Ну, да. Окей, спасибо. Идем в следующее задание. Звучит таким образом. Как выглядит место, люди, дом, квартира, вот, в котором оказалась маска? Вот, постарайтесь не своим мозгом отвечать, а вот именно тем взглядом, который фокусировка идет через прорезь маски, да? Вот, что маска видит? Какое место, в котором она оказалась? Что за люди тут живут, в этой квартире, да? Вот, как маска может про это рассказать? Ну, маски тут, в принципе, комфортно. Тут хорошо, тут спокойно. Иногда бывают, конечно, взрывы эмоций. Вот. Но она смотрит на это, как вот на приходящее. Вот оно идет, и вот так проходит, то есть, потому что вся наша жизнь, она проходит вот так, и вот эти все события, они заканчиваются, что-то меняется, что-то старается измениться по-другому. Угу. То есть маска такая, у нас немножко настроена, все проходит, да? Да. Хорошо. А какие люди живут в этой квартире или в доме? Мы с мужем живем, и все. Смотрите, вы стараетесь не от Оксаны, да, рассказать, а от маски, как бы взглядом постороннего человека. Через эти щеночки, отстранившись немножко, посмотрев как бы со стороны, да, вот мы с мужем, сказала Оксана, а в это время маска посмотрела на нее и на мужа, и что-то там, кого-то там увидела. Какими она увидела этих людей, маска? Мне очень интересно. Прямо можете описать, да, что вот из роли маски я вижу мужа вот таким, а себя вот такой. При этом будет не оценка, а констатация факта, да, может не про оценку, оценивать-то в общем не полезно. Даже не знаю, не могу сказать, вот как-то, не могу отстраниться от маски, не могу уйти от себя реальной, чтобы вот описать. мы с мужем уже 30 лет, уже 31 будет в этом году. Ну, похоже, здесь еще могут срабатывать защиты, потому что у нас с вами все же прямой эфир, есть зрители, да, и поэтому однозначно срабатывают психические защиты. Похоже, барьер ротативный, и, ну, сегодня, скорее всего, вам не удастся его преодолеть, но вы для себя, да, постараетесь выбрать какой-то день, время сесть и вот именно через призму маски посмотреть как бы со стороны на себя и на мужа, да, кого я увижу из роли маски, какие мы вот кажемся со стороны, да, каким я нас увижу. Хорошо? Хорошо. Это может быть очень важный момент, да, для того, чтобы вот действительно со стороны на себя посмотреть. Мы когда обучались на гистальтерапевтов, я учу своих клиентов, у нас есть такая функция, такая роль как наблюдатель, да, и вот как раз очень важно для психолога, вы же психолог, насколько я понимаю, да, вот, очень важно для психолога, чтобы одна из внутренних функций наблюдателя была активно развита, она помогает правильно и красиво работать с клиентом, когда ты одновременно можешь находиться и здесь и теперь в процессе рабочим с клиентом и периодически отстраняться, смотреть как бы на ситуацию немножко со стороны, да, не быть на 100% включенным в процесс, потому что у психолога же идут, ну, свои процессы параллельно, да, и вот как раз внутренний наблюдатель дает возможность не слиться с клиентом и не попасть под свои собственные защиты психологические, чтобы вот как раз вот превентивная мера не являлся там и переноса, контрпереноса. Угу, ага, ага. Вот, поэтому попробуйте для себя сделать вот такой подарок, посмотреть со стороны на себя и на мужа, если вам, конечно, захочется. Хорошо. Идем тогда, следующее задание звучит. Какая царит атмосфера, какие эмоции в том доме, в который попала маска, вот что маска видит? Уюкно, хорошо, иногда там что-то обостряется, вот какие эмоции преобладают в этом доме? Ну, больше эмоции спокойствия, эмоции вот добра. У нас замечательный кот, и маска любит этого кота. Он такой, как хозяин его, муж, который, он лежит, и кот возле него лежит в такой же позе. Вот, он такой валяжный такой, и поэтому, да, бывает, когда муж может там грубо ответить или сказать, но его вторая половинка может ему сказать, нормально, как сегодня было. Говорю, мне это неприятно, как ты говоришь, и я бы, меня это огорчает. То есть я не перевожу на его чувства, я говорю о своих. Вот, как в основном, конечно, взаимопонимание, радость, от общения с родными, которые приезжают. Супер. Это те, которые на фотографиях, да, которые при ресурсе. Да, да. Отлично. Смотрите, вы сказали вот важное слово, да, что спокойствие царит в этом доме. Для зрительниц хочу дать обратную связь, что спокойствие бывает разным, может быть разным, да. То есть есть спокойствие, которое действительно про покой, про уют, про отдых, про расслабление, про поддержку. А бывает спокойствие, как болото. Когда как бы спокойствие, но в этом спокойствии нет энергии ни про что, нет развития, нет чувств друг к другу. Вот оно действительно, как болото, да. Человек может в нём погрязнуть, и вот тихо-тихо призебать вот в таком спокойствии, непродуктивном, если хотите, да. Поэтому здесь очень важно для себя дифференцировать, какое это спокойствие, насколько оно здоровое, если хотите, это спокойствие, да. Потому что вот в том другом спокойствии, которое не про радость и про развитие, в нём часто люди соматизируются. Это начинается уже такое, знаете, про старость, вот что-то такое, да. Не про старость духовную, а про старость скорее физическую. Ну, духовная, наверное, там тоже уже присутствует, поскольку там, опять же, нет про радость в таком спокойствии, да, вот в низкоэмоционально-позитивном. Окей, хорошо. Нет. У нас много спокойствия, у нас релаксация. У меня муж рыбками занимается. И у нас весь дом в аквариумах. Релаксация полная. Если хочешь отдохнуть, ты смотришь. Мы там парить не сможем в доме, да. Да. Отлично. Хорошо. Идём дальше. Готовы? Да. Следующее задание, следующий вопрос. Какой маска видит хозяйку? Опять же, если у вас получится абстрагироваться, да, как бы взгляд изнутри на хозяйку, если хотите, из того контакта, к которому вы очень близко с маской, да, какую, вот какая хозяйка маски, которую не видит никто, когда она сама с собой возможна? Вы знаете, хочу сказать, вот первое впечатление, которое было тогда, когда я первый эфир слушала. Второй раз, когда я об этом думала, ну, обычно я так про себя думала. А в первый раз почему-то вот мне пришла мысль, я вижу себя маленькой девочкой, вот, где-то вот, которая нуждается в поддержке, в помощи, которая нуждается, ну, в любви, в ласке, в прикосновениях. Вот это была первая мысль тогда. Когда я потом делала, то я себя увидела, ну, просто, ну, не в глубине, не ощутила того. Вот сейчас я вот думаю, как бы я на себя посмотрела. Ну, может быть, где-то есть неправильно, не всегда верное осуждение. То есть вижу свои ошибки, где не так говорю, не так делаю. То есть из-за того, что я прямо говорю, всегда могу наносить окружающим не не специально вот какую-то, может, ну, не боль, а может и боль. Но я это вижу, и я с этим стараюсь, я внутренняя, которая не маска, стараюсь постепенно отходить, да, убирать это, потому что это мешает в общении. Потому что есть немножко такой директивный, больше так, указательный какие-то там слова, движения или высказывания и стараюсь их смягчить. Вот образ вот той летучей мыши, кошки, вот такой образ, такой более спокойный, вот это в себе вырабатывается. Благодаря маске это можно увидеть. Супер! То можно просто методику эту брать с собой в жизнь, да? Когда вы чувствуете, что много мужской энергии, много напористости, много яйнского, да, идет, то включаете вот эту внутреннюю летучую мышь. Представляете, что вы надели на себя вот маску прекрасную, в которой вы сейчас сидите, сделанную собственными ручками, вы же ее даже чувствуете, да? Вот как будто я на маску превратилась в летучую мышь, струящуюся, парящую, такую вот благородную, да, любящую себя, вместе с тем, ну, умеющую держать дистанцию, знающую, когда сказать, когда промолчать. Девочки, кто присоединился позже, летучую мышь, мы имеем в виду, боже, героиню, да, героиню оперета летучая мышь. Мы об этом, Оксана, говорили, что представляет и чувствует себя в маске, вот той самой героиней. Да. Хороший способ переключиться, да, включить в себе другую свою часть, более женскую, потому что женская энергия, она более такая вот, если хотите, мокрая, липкая, такая, вот струящаяся, да, такая спокойная, не спешающая, а мужская она наоборот, да, поэтому действительно вот в коммуникациях, особенно с мужчинами, женско-мужские отношения, да, вот важно немножко активировать, помогать себе эту часть, свою мужскую или женскую, у которой есть необходимость. Хорошо. Спасибо. Готовы идти дальше? Да. Следующее задание, пятое. Какие цели, желания и мечты есть у хозяйки? Как маска это увидела? Вот тут я так как-то вот еще, ну как, мечты есть, побывать, может, в разных странах еще, где ни была, побывать, вот детям поехать в Якутию, в Питер, еще раз в Крым хочется, цели, вот, развития себя, как вот специалиста, как психолога, чтобы могла, я когда об этом вопросе думала, думала о том, чтобы помогать людям, это же моя профессия, помогающая профессия, помогать людям, проходить, вот то, что я сейчас делаю на работе, проходить их этапы в жизни, которые трудные, и помогать им увидеть себя с другой стороны, увидеть хорошее, уметь раскрыться, уметь раскрыть свои эмоции, свои чувства. К сожалению, сейчас очень много у людей вот это алекситомия, то есть невозможность высказать свои чувства, и из-за этого тоже много проблем, когда они в себе это все вскапливают, не дают выхода, и отсюда, и очень много, конечно, сталкиваешься, и с анорексией, и с булемией, и вот много, вот, даже вот гастритов, вот эти все, вот кожные заболевания, то есть вот это все, оно как бы... Да. Я тоже с ней работаю, что люди, простите, что там подвисло, я вас перебила. Да, нормально, нормально. Люди, некоторые даже не понимают, какая эмоция называется. Взрослые люди, да, помимо того, что у них есть такой синдром или эхоалекситимии, да, они блокируют свои эмоции, некоторые, некоторые действительно, ну просто не умеют их чувствовать, да, на психологическом таком, психиатрическом, если хотите, уровне, а некоторые даже не знают, какую эмоцию назвать, то иногда приходится, вот действительно, взрослых людей учить, просто таким вот, азам, но которые им не привели ни в социуме, ни в ближайшем, ни в семье, к сожалению, да. Да, ну это как 10 посланий родительских неправильных, да. Не кричи, не говори, молчи, и так далее, и у детей это очень, особенно по подростковому возрасте это ощущается. Причем, в моем опыте, есть клиенты из разных стран, да, в том числе, не только из постсоветских, то я могу сказать, что у поляков тоже есть такая проблема. В некотором смысле, даже чаще она встречается, чем у славянска, у людей славянской национальности, да, мне кажется, что славяне все-таки помягче, поэмоциональней, в том смысле, что осознают свои эмоции, вероятно, другая школа, вот другая база, ну, знание про себя и про мир, наверное, она все-таки как-то вот сказалась, но это в моем терапевтическом опыте, да, я с этим сталкиваюсь. Да. Цели, желания, мечты, все же, у хозяйки, какие маски видела? Ну, она сказала, цели, вот, ну, профессиональном росте. Я сказала, поездить по странам, да, вот цели, ближайшие, на ближайшие годы. Профессиональном росте, в профессиональном росте расти, цели. Так, смотрите. Такие еще. Хочу машину. Это желание. Хочу машину, это желание. Класс. Расти в профессиональном смысле, я хочу машину, это больше похоже на фантазию, такая озвучка. Чтобы, вот, ну, фантазия или мечта остала реальностью, знаете, что нужно сделать? Нужно прилагать действия. Действия, да, но нужно конкретизировать. Вот, если это цель, то цель конкретно должна звучать, желательно с дедлайнами, да? То есть сделать себе такой минимальный планчик, разбивший, ну, эту цель на короткие какие-то задания, да, чтобы эту цель можно было достигнуть. И, желательно, писать, ну, например, для того, чтобы повысить, ну, на какой-то, да, определенный уровень свою квалификацию, мне нужно пройти там курсы вот такие, курсы вот такие. Я их хочу пройти там, не знаю, до июня, до августа, там, до когда-то, да? То, значит, там, в ближайшие, там пару месяцев я условно, да, но мне нужно зарегистрироваться, там, оплатить, там, что-то еще сделать, либо найти бесплатные какие-то курсы, обучающие, либо поехать на конференцию, то есть больше конкретизировать и прописать даты. И прям себе поставить план, что там условно в понедельник я это должна сделать. тогда, ну да, тогда эта жизнь осуществится точно. Ну, я сама так учу всех делать, слава, но иди потихоньку, по кусочкам. Конечно, в другом случае она таки останется в голове, более того, она еще будет подсознание нас мучить, как бы, да, наше подсознание, поэтому в голове девочки лучше не держать, или мальчики, если тоже есть, как бы, да, лучше все отдавать бумаги, но четкие, дедлайны, планы все прописывать и конкретно прописывать. Про желание то же самое. Если желание не озвученное конкретно и не поставлено, план, как бы, да, как я это желание буду воплощать в свою реальность, то оно может так и остаться в фантазиях. Поэтому здесь очень важно, если я хочу чего-то, вот ту же машину, какую машину, когда я ее хочу, каким образом я буду ее покупать, за какие деньги, либо я хочу, чтобы мне подарили, тогда нужно озвучить, например, мужу, что дорогой. Вот я хочу машину, да, я хочу ее к дню рождения или к 8 марта, да, чтобы он хотя бы об этом знал. А то, что мы ходим, девочки, думаем, что он догадается, а он вообще про другое живет, у него свои проблемы, свои задачи, и вообще про это может не думать, да, то есть я, может быть, где-то утрирую, но, в принципе, так бывает, у моих клиентов так бывает. Ходят и живут. Но он об этом знает. Он об этом знает, да? Да. Отлично. Ну, про нельки, даты у вас совпадают или нет. Хорошо. Отлично. Есть ли у вас ко мне сейчас вопросы на данном этапе? Лига, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Окей, задание шестое. Как маска себя чувствует на лице у этой девушки, у своей хозяйки? Комфортно ли у своей хозяйки, да? Вы знаете, вот сейчас сижу комфортно, и когда я тоже отвечала, я чувствовала, я тоже писала комфортно, я записывала все ответы, записывала. Поэтому я знаю, что надо записывать. Поэтому я и сейчас, она, в принципе, чувствует себя комфортно. Но вообще хозяйка бы хотела ее снять. Без нее ей проще смотреть на мир. Ага, то есть маске комфортно, а хозяйка хотела бы снять? Да. В это время мир расширяется, говорила Оксана вначале, да? Да. А в маске тогда мир получается более какой? Для Оксаны. Ну, какие-то ограничения есть. А без маски таких нет, да. Ну, с одной стороны, тоже они иногда нужны, поэтому маску можно иногда одевать для того, чтобы ограничить в своих чувствах, в своих желаниях, в своих каких-то, вот, как мы говорили, про мужское, про женское. Да, 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 умничка. Отлично. Ну, если вам не комфортно, как Оксане, то, в принципе, вы можете снять. мы уже переходим. Да нет, пусть будет. До конца сделано. Хорошо. Тогда мы переходим к следующему, на сегодняшний день, к раннему заданию. Да, седьмое звучит так. Совет, рекомендация от маски, чтобы в жизни хозяйки, в жизни Оксаны, было больше праздника. Ну, как-то Оксана и так себе позволяет праздник, если хочет. Ага. Понимает, что это важно. Вот, но, чтобы было больше праздника, наверное, вот, именно видеть, кому я могу сделать праздник, сделать приятное, сделать хорошее. И это делать. Тогда как звучит рекомендация? Чтобы Оксана обращала, ну, шире внимание, не только через кругозор этой маски, но шире смотрела и видела, кому нужна помощь, кому может позвонить. Кому может быть с ним пойти в кафе, сходить или в театр, или вот просто пообщаться, прогуляться. То есть, делать праздник для другого человека. Угу. Очень интересный момент. Смотрите, вот задание звучит, рекомендация маски для Оксаны, да, чтобы в жизни Оксаны был праздник. Оксана четко перевела стрелки и сказала, что для себя праздники устраивают, но хотела бы, чтобы больше внимания уделяла другим людям. Ну, потому что я даже записывала, Инесса, записывала вот себе вот про этот седьмой вопрос, я тоже сама так написала. Угу. Вот как-то, когда он завершал этот вопрос седьмой, думаю, ну, у меня есть праздники, то есть, если бы не было праздников, было бы тяжело, то бы горание было бы. То есть, я позволяю себе пойти, если мне тяжело, я могла пойти выпить чашечку кофе, просто так, в кафе, капучино, которое я люблю. Я могу пойти в театр, я могу пообщаться с людьми, пойти с ними где-то погулять. То есть, ну, как бы, это у меня есть. А вот именно рекомендация, чтобы это могла сделать и как бы другим. А у Оксаны есть фантазия, что другие это, ну, не могут попросить сами, что она должна выискивать, кому бы сделать праздник. Насколько это будет, ну, вот, корректно, небезопасно, если хотите, да? Или Оксана знает, что есть люди, которые в этом нуждаются? Оксана знает, есть люди, которые в этом нуждаются. Ну, и смотреть нужно именно на, шире немножко, на то, что есть кто-то, у кого этого нет. Я никогда не пойду и не говорю, пошли со мной гулять. Я спрошу всегда. Я скажу, не хотелось бы пойти, например, в театр это, то есть, дать человеку право выбора. Хочет, да, не хочет, нет. То есть, если я позвонила и я слышу в интонации волосы, или человек хочет общаться, я с ним буду общаться. Если я слышу, что, ой, извини, там занят, или еще что-то, то есть, я не буду обижаться, я пойму, что, это не про причинить добро, да, как делают начинающие специалисты часто, а просто про то, что у вас есть желание такое, если желание ваше и человека совпадает, то вы с удовольствием отвечаете. Да, да, вот так. Правильно ли я услышала, что Маска сказала бы, например, что Оксана умеет посвящать себе время, уделяет себе внимание, и в этой зоне проблем Оксана нет? Да, умеет. А можете, как бы, из роли маски-то проговорить, давайте проверим, что там получится. Это как, это как сказать? Это коммендата же от маски, да, вот возьмите маску в руки сейчас, вот вы ее сняли как раз. А, как будто она... Как будто маска, да, из роли маски, вот, как маска говорит, что я вижу, и проверяйте, идет или не идет, да, вот когда будете говорить, правда или неправда, как маска чувствуется. Я вижу, что у тебя есть, Оксана, возможности дарить праздник, который есть у тебя, другим людям. Я вижу, что ты это можешь делать, только будь внимательной, именно тот, кто нуждается, тому и давай. Отлично. Противление не шло. Легко, да? Противление не шло, да, легко. Отлично, слава богу, отлично. Значит, все в порядке, значит, нет там зажимов, то есть, Оксана чувствует правду, это очень важно, да, так проверять. Спасибо. Вам огромное спасибо. Полезно ли для вас было, особенно в самый первый раз, вот, да, такой самоанализ сделать? Да, полезно, я же говорю, очень интересно, но именно вот, когда начинаешь какую-то методику, лучше ее, как бы, не отлаживать в долгий ящик, а сразу или на этот день, на следующий день сделать ее до конца, пока вот эмоции, вот те, которые первые, вот, особенно, когда вы возьмете маску, а потом, представьте, какое платье, какое оно тяжелое, то есть, я представляла, шифоновое, красивое платье, шуршащее такое, вот, поэтому, вот оно, вот оно все, такие эмоции были, поэтому они были вот такие. Отлично, получается погрузиться, да? Да, погрузиться, более погружаешься, получается, все-таки. Ну, конечно, там же была специально вот такая прелюдия, если хотите. Хорошо, Санечка, спасибо огромное, я вас отпускаю тогда из прямого эфира. Спасибо. Спасибо, всего хорошего вам, посмотрю, что тут девчонки пишут, вы можете отключаться. Дорогие мои зрительницы, можете позадавать свои вопросы, я сейчас смотрю вот что там. Было ли вам с нами сегодня интересно? Напишите, пожалуйста, что вы для себя узнали нового, важного. Возможно, кто-то из вас сделал методику. Дайте, пожалуйста, обратную связь, есть ли у вас какие-то вопросы. Сейчас я посмотрю, сколько у нас времени осталось. Ну, совсем минут пять у нас осталось. Спасибо. Спасибо. Кто из вас сделал методику, какие вопросы у вас есть, интересно вам или было сегодня в прямом эфире по методике. Спасибо за сердечки. Спасибо. Хорошо, дорогие мои, раз у вас вопросов нет, я вам желаю хорошего сегодняшнего вечера и дня, да, я вам желаю хорошего уикенда. И я думаю, что мы с вами на следующей неделе тоже проведем прямой эфир, и хочу вас пригласить. Завтра я участвую, у меня мастер-класс в конференции Артси Мастерская. Мастер-класс будет называться Роль психосоматики в семейной системе, поэтому, кому интересно, приглашаю вас, мы будем делать расстановочку, и вы можете совершенно бесплатно поучаствовать, и для себя что-то тоже важно осознать. Спасибо большое. Спасибо, всем хорошего дня, и всем пока-пока. С вами была я, Анастас Котельник, психолог, психотерапевт, тренер. Субтитры создавал DimaTorzok